Уильям Теккерей. Ярмарка «Тщеславие». Читает Затиев Артём. Перед занавесом. Чувство глубокой грусти охватывает кукольника, когда он сидит на подмостках и смотрит на ярмарку, гомонящую вокруг. Здесь едят и пьют без всякой меры, влюбляются и изменяют, кто плачет, а кто радуется. Здесь курят, плутуют, дерутся и пляшут под пиликаньи скрипки. Здесь шатаются буяны и забияки, повесы подмигивают проходящим женщинам, Жульё шныряет по карманам, полицейские глядят в оба, шарлатаны — не мы, а другие, чума их задави. Бойко зазывают публику. Деревенские олухи таращатся на мишурные наряды танцовщиц и на жалких, густо нарумяниных старикашек-клоунов. Между тем, как ловкие воришки, подкравшись сзади, очищают карманы зевак. Да, вот она, ярмарка тщеславия. Место нельзя сказать, чтобы назидательное, да и не слишком веселое, несмотря на царящий вокруг шум и гам. А посмотрите вы на лица комедиантов и шутов, когда они не заняты делом. И Том, дурак, смыв со щек краску, садится полдничать со своей женой и маленьким глупышкой Джеком, укрывшись за серой холстиной. Но скоро занавес поднимут, и вот уже Том опять кувыркается через голову и орет во всю глотку «Наше вам почтение!». Человек, склонный к раздумью, случись ему бродить по такому гульбищу, не будет, я полагаю, чересчур удручен ни своим, ни чужим весельем. Какой-нибудь смешной или трогательный эпизод, быть может, умилит его или позабавит. Румяный мальчуган, заглядевшийся на лоток с пряниками. Хорошенькая плутовка, краснеющая от любезностей своего кавалера, который выбирает ей ярмарочный подарок. Или Том, дурак, прикорнувший позади фургона бедняга, сосет обглоданную кость в кругу своей семьи, которая кормится его скоморошеством. Но все же общее впечатление скорее грустное, чем веселое. И, вернувшись домой, вы садитесь, все еще погруженные в глубокие думы, нечуждые сострадания к человеку, и беретесь за книгу или за прерванное дело. Вот и вся мораль, какую я хотел бы предпослать своему рассказу о ярмарке тщеславия. Многие самого дурного мнения о ярмарках и сторонятся их со своими чадами и домочадцами. Быть может, они и правы. Но люди другого склада, обладающие умом ленивым, снисходительным или насмешливым, пожалуй, согласятся заглянуть к нам на полчаса и посмотреть на представление. Здесь они увидят зрелища самые разнообразные. Кровопролитные сражения, величественные и пышные карусели, сцены из великосветской жизни, а также из жизни очень скромных людей, любовные эпизоды для чувствительных сердец, а также комические в легком жанре. И все это обставлено подходящими декорациями и щедро иллюминовано свечами за счет самого автора. Что еще может сказать кукольник? Разве лишь упомянуть о благосклонности, с какой представление было принято во всех главнейших английских городах, где оно побывало, и где о нем весьма благоприятно отзывались уважаемые представители печати, а также местное знать и дворянство. Он гордится тем, что его марионетки доставили удовольствие самому лучшему обществу нашего государства. Знаменитая кукла Бегаси проявила необычную гибкость в суставах и оказалась весьма проворной на проволоке. Кукла Эмилия, хоть и снискавшая куда более ограниченный круг поклонников, все же отделана художником и разодета с величайшим старанием. Фигура Доббина, пусть и неуклюжая с виду, пляшет приестественно и призабавно. Многим понравился танец мальчиков. А вот обратите внимание на богато разодетую фигуру нечестивого вельможи, на которую мы не пожалели никаких издержек и которую в конце этого замечательного представления унесет черт. Зосим, отвесив глубокий поклонник, лон своим покровителям, кукольник уходит и занавес поднимается. Лондон, 28 июня 1848 года. Глава 1. Чизикская аллея Однажды, ясным июньским утром, когда нынешний век был еще зеленым юнцом, к большим чугунным воротам пансиона для молодых девиц под началом мисс Пинкертон, расположенного на Чизикской аллее, подкатила со скоростью 4 миль в час вместительная семейная карета, запряженная парой откормленных лошадей в блестящей сбруе, с откормленным кучером в треуголке и парике. Как только экипаж остановился у ярко начищенной медной доски с именем мисс Пинкертон, чернокожий слуга, дремавший на козлах рядом с толстяком кучером, расправил кривые ноги и не успел он дернуть за шнурок колокольчика, как, по крайней мере, два десятка юных головок выглянуло из узких окон старого внушительного дома. Зоркий наблюдатель мог бы даже узнать красный носик добродушной мисс Джемаймы Пинкертон, выглянувшей из-за горшков герани в окне ее собственной гостиной. «Это карета миссис Седли, сестрица», доложила мисс Джемайма. «Звонит чернокожий лакей Самбо. Представьте, на кучере новый красный жилет». «Вы и закончили все приготовления к отъезду мисс Седли, мисс Джемайма», спросила мисс Пинкертон, величественная дама, хэмерсмитская семирамида, друг доктора Джонсона, доверенная корреспондентка самой миссис Шапон. «Девочки поднялись в четыре утра, чтобы уложить ее сундуки, сестрица», отвечала мисс Джемайма. «И мы собрали ей целый пук цветов». «Скажите букет, сестра Джемайма, так будет благороднее». «Ну хорошо, букет, и очень большой, чуть ли не свинник». Я положила в сундук Эмилии две бутылки гвоздичной воды для миссис Седли и рецепт приготовления. «Надеюсь, мисс Джемайма, вы приготовили счет, мисс Седли». «Ах, вот он. Очень хорошо. 93 фунта, 4 шиллинга. Будьте добры адресовать его Джону Седли, Эсквайру, и запечатать вот эту записку, которую я написала его супруге». Для мисс Джемаймы каждое собственноручное письмо ее сестры, мисс Пинкертон, было священно, как послание какой-нибудь коронованной особы. Известно, что мисс Пинкертон самолично писала родителям учениц только в тех случаях, когда ее питомицы покидали заведение или же выходили замуж, да еще как-то раз, когда бедняжка мисс Берч умерла от скарлатины. По мнению мисс Джемаймы, если что и могло утешить миссис Берч в утрате дочери, то, конечно, только возвышенное и красноречивое послание, в котором мисс Пинкертон сообщала ей об этом событии. На этот раз записка мисс Пинкертон гласила «Чизикская аллея, июня 15-го дня, 1800 года. Милостивая государыня, после шестилетнего пребывания мисс Эмилии Сэдли в пансионе, я имею честь и удовольствие рекомендовать ее родителям в качестве молодой особы, вполне достойной занять подобающее положение в их избранном и изысканном кругу. Все добродетели, отличающие благородную английскую барышню, все совершенства, подобающие ее происхождению и положению, присущи милой мисс Сэдли. Ее прилежание и послушание снискали ей любовь наставников, а прелестной крутостью нрава она расположила к себе все сердца, как юные, так и более пожилые. В музыке и танцах, в правописании, во всех видах вышивания и рукоделия, она без сомнения осуществит самые пламенные пожелания своих друзей. В географии ее успехи оставляют желать лучшего. Кроме того, рекомендуется в течение ближайших трех лет неукоснительно пользоваться по четыре часа в день спинной линейкой, как средством для приобретения той достойной осанки и грации, которые столь необходимы каждой светской молодой девице. В отношении правил благочестия и нравственности мисс Сэдли покажет себя достойной того заведения, которое было почтено посещением великого лексикографа и покровительством несравненной миссис Шапон. Покидая Чизик, мисс Эмилия увозит с собою привязанность подруг и искреннее расположение начальницы, имеющей честь быть вашей, милостивая государыня, покорнейшей и нижайшей слугой Барбарою Пинкертон. По скриптам. Мисс Сэдли едет в сопровождении мисс Шарп. Особая просьба. Пребывание мисс Шарп на Рассел-сквер не должно превышать десяти дней. Знатное семейство, с которым она договорилась, желает располагать ее услугами как можно скорее. Закончив письмо, мисс Пинкертон приступила к начертанию своего имени и имени мисс Сэдли на титуле словаря Джонсона, увлекательного труда, который она неизменно преподносила своим ученицам в качестве прощального подарка. На переплете было вытеснено «Молодой девица, покидающий школу мисс Пинкертон на Чизикской аллее». Обращение блаженной памяти досточтимого доктора Сэмюэла Джонсона. Нужно сказать, что имя лексикографа не сходило с уст величавой дамы, и его памятное посещение положило основу ее репутации и благосостояния. Получив от старшей сестры приказ достать словарь из шкафа, мисс Джемайма извлекла из упомянутого хранилища два экземпляра книги, и когда мисс Пинкертон кончила надписывать первый, Джемайма не без смущения и робости протянула ей второй. «Для кого это, мисс Джемайма?» произнесла мисс Пинкертон с ужасающей холодностью. «Для Бекки Шарп», ответила Джемайма, трепеща всем телом и слегка отвернувшись, чтобы скрыть от сестры румянец, заливший ее увядшее лицо и шею. «Для Бекки Шарп, ведь и она уезжает». «Мисс Джемайма!» воскликнула мисс Пинкертон. Выразительность этих слов требует передачи их прописными буквами. «Да вы в своем ли уме? Поставьте словарь в шкаф и впредь никогда не позволяйте себе подобных вольностей». «Но, сестрица, ведь всей книге цена два шиллинга десять пенсов, а для бедняжки Бекки это такая обида». «Пришлите мне сейчас же, мисс Сэдли», сказала мисс Пинкертон. И бедная Джемайма, не смея больше произнести ни слова, выбежала из комнаты в полном расстройстве чувств. Мисс Сэдли была дочерью лондонского купца, человека довольно состоятельного, тогда как мисс Шарп училась в пансионе на положении освобожденной отплаты ученицы, обучающей младших. И, по мнению мисс Пинкертон, для нее и без того было довольно сделано, чтобы еще удостаивать ее на прощание высокой чести поднесения словаря. Хотя письмам школьных наставниц можно доверять не больше, чем надгробным эпитафиям, однако случается, что почивший и на самом деле заслуживает всех тех похвал, которые Каменотес высек над его останками. Он действительно был примерным христианином, преданным родителям, любящим чадом, супругой или супругом, и воистину оставил безутешную семью, оплакивающую его. Так и в училищах, мужских и женских, иной раз бывает, что питомец вполне достоин похвал расточаемых ему беспристрастным наставником. Мисс Эмилия Седли принадлежала к этой редкой разновидности молодых девиц. Она не только заслуживала всего того, что мисс Пинкертон написала ей в похвалу, но и обладала еще многими очаровательными свойствами, которых не могла видеть эта напыщенная и престарелая Минерва, вследствие разницы в положении и возрасте между нею и ее воспитанницей. Эмилия не только пела, словно жаворонок или какая-нибудь миссис Биллингтон и танцевала, как Хиллисберг или Паризо, она еще прекрасно вышивала, знала правописание не хуже самого словаря, а главное, обладала таким добрым, нежным, кротким и великодушным сердцем, что располагала к себе всех, кто только к ней приближался, начиная с самой Минервы и кончая бедной судомойкой или дочерью кривой пирожницы, которой позволялось раз в неделю сбывать свои изделия пансионеркам. Из двадцати четырех товарок у Эмилии было двенадцать закадычных подруг. Даже завистливая мисс Брикс никогда не отзывалась о ней дурно. Высокомерная и высокородная мисс Солтайр, внучка лорда Декстера, признавала, что у нее благородная осанка. А богачка мисс Суортс, курчавая мулатка с Сент-Китса, в день отъезда Эмилии разразилась таким потоком слез, что пришлось послать за доктором Флоссом и одурманить ее нюхательными солями. Привязанность мисс Пинкертон была, как оно и должно, спокойной и полной достоинства. В силу высокого положения и выдающихся добродетелей этой леди, зато мисс Джемайма уже не раз принималась рыдать при мысли о разлуке с Эмилией. Если бы не страх перед сестрой, она впала бы в форменную истерику под стать наследнице Сент-Китса, с которой взималась двойная плата. Но такое роскошество в изъявлении печали позволительно только воспитанницам, занимающим отдельную комнату. Между тем, как честной Джемайме полагалось заботиться о счетах, стирке, штопке, пудингах, столовой и кухонной посуде да наблюдать за прислугой. Однако, стоит ли нам ею интересоваться? Весьма возможно, что с этой минуты и до скончания века мы уже больше о ней не услышим. И как только узорчатые чугунные ворота закроются, ни она, ни ее грозная сестра не покажутся более из них, чтобы шагнуть в маленький мирок этого повествования. Но с Эмилией мы будем видеться очень часто. А потому не мешает сказать в самом же начале нашего знакомства, что она была прелестным существом. А это великое благо и в жизни, и в романах. Последние в особенности изобилуют злодеями самого мрачного свойства. Когда удается иметь своим неизменным спутником такое невинное и доброе создание. Так как она не героиня, то нет надобности описывать ее. Боюсь, что нос у нее несколько короче, чем это желательно, а щеки слишком уж круглые и румяны для героини. Зато ее лицо цвело здоровьем, губы свежестью улыбки, а глаза сверкали искренней, неподдельной жизнерадостностью. Кроме тех, конечно, случаев, когда они наполнялись слезами, что бывало, пожалуй, слишком часто. Эта дурочка способна была плакать над мертвой канарейкой, над мышкой, невзначай пойманной котом, над развязкой романа, хотя бы и глупейшего. А что касается неласкового слова, обращенного к ней, то если бы нашлись такие жестокосердные люди, впрочем, тем хуже для них. Даже сама мисс Пинкертон, женщина суровая и величественная, после первого же случая перестала бронить Эмилию. И хотя была способна к пониманию чувствительных сердец не более чем алгебры, однако отдала особый приказ всем учителям и наставницам обращаться с мисс Седли возможно деликатнее, так как строгое обхождение ей вредно.